Йо, всем привет! Сегодня я хочу вам показать красивый бой на Е50 АУС ФМ. Именно красивый, не какой-то особо тащунский, не мастер-класс, но в этом бою мне как-то получилось легко и непринужденно, и иногда красиво настрелять неплохое количество дамага для СТ-шки, попавшей в город. Е50 АУС ФМ, здесь я не буду отличаться особой оригинальностью, входит в топ-3 моих СТ-шек, которые я бы и рекомендовал, в том числе и к прокачке, которые являются моими любимыми СТ-шками Е50, Объект 140 или Т-62, в моем случае это Т-62, и Почат. Занимаясь в начале боя позицию в СТ-шном или ЛТ-шном кустике, единственное, я не учел, что этот кустик не полностью меня скрывает, поэтому я свечусь уже до выстрела. Обычно с этого кустика я не стреляю, когда в него встаем. Пробиваю вражеского Е50 и получаю рикошет. Пробитие, кстати говоря, у Е50 270 миллиметров, лучшее пробитие среди всех СТ-шек, но и ВЛД у него имеет лучшее бронирование среди всех СТ-шек, 150 миллиметров, под очень острым углом, и, соответственно, ВЛД и Е50 отлично танкуют, как, собственно, иногда и НЛД. Да, ну и пушка у Е50, смотрите, вот я спокойненько выцеливаю. Икси, Федя абсолютно спокойна и непринужденна. Вижу, что сейчас СС-7, скорее всего, будет выезжать, а может, и не будет, но надо его контрить. Видит он или нет, главное самому пока что не подставляться. Не вижу я, что Бабаха приехала. Случит по кому-то побабахать. Бабаха здесь самая опасная противник для меня. Она остается шотной, и в этот момент я делаю ошибку, я хотел добрать Бабаху. Но, к сожалению, Бабаха спряталась, стреляя по С-7, но попадаю в его в какой-то читерный, видимо, экран. А он, в свою очередь, меня пробивает. Да, ну вот в НЛД как раз он мне попадает. В НЛД относительно картонный у Е50. Он танкует С-7 ромбом, но несколько он перестарался. С танкованием подставил мне каток, который на этот раз пробился с уроном, как и должно, собственно, быть. Смотрю я на миникарту, думаю, что бы сделать. Здесь противники неплохо окопались. Пробую еще подождать некоторое время. Может быть, кто-то подставится, кто-то поедет. И СС-131, опасный противник, меня награждает. Удается дать по нему дамаг, и в этот момент уже, перед тем, как я хотел стрельнуть по нему, я хотел эту позицию поменять, потому что здесь противники плотно засели. Они не давят, они обороняются. Особой возможности атаковать их нет. Вижу я, что Тигр мне, скорее всего, стрельнет в борт. Я принимаю этот риск, потому что мне надо срочно поменять фланг и помочь нашему ИС-4 добить вражеских СТ-шек. Я не обратил в этот момент, что... Внимание в этот момент, что ИС-4 у нашего почти полное КП, а ЕПИС-шотный. Но ИС-4 наш какой-то контуженный, и не сильно у него получалось ЕПИС пробивать вражеского. Поэтому я решил его подстраховать и зайти уже с другого фланга. Помню, что здесь сидит у нас Тигр, королевский, который нас не пробивает. Тигр спрятался, но Пантера 8-8 получает от нас под зад. И смотрите, я спокойненько танкую робом Тигра, и также спокойненько его пробиваю в башню. Башня у нее идет под прямыми углами, ну не под прямыми, а почти под прямыми углами. Там сколько-то, 150 или 180 мм брони для ЕПИС с пробитием 270, это не проблема. Обратите внимание на нашего джентльмена на 54-ке, который вытанковывает Тигра. Боится получить от него дамаг. И обратите внимание, как он меняется сразу в темпераменте, в своем, как он сразу смелеет после того, как Тигр остается шотным. Сразу проявляется в нем смелость и отвага, но 54-ка, это называется маневр антиподсоса. А теперь у нас маневр спасти объекта 268. Здесь я думал, что 121-й выйдет. Попробуйте его добрать, но 121-й поехал по-другому, ну по улице поехал, в непростреле. Федю добирает 54-ка, я наношу домой по Тапцу. И смотрите, что я делаю, естественно, я не собираюсь перестреливаться в лоб с этим тапком, как наша героическая 54-ка. Я просто захожу ему в борт, точно так же принимая риск получить от него одну плюху. Еду здесь бивать Пантору 8-8. Все хорошо, но здесь совершенно внезапно джентльмен на Т-57 Хэви согрелся на меня. И я молюсь здесь в УБР только об одном, чтобы он стрикошетил об меня в последний раз. И Т-57 Хэви делает именно это. Ну и здесь, к сожалению, подсосник на 54-ке подсасывает на 4-й фраг. А так бы, я раскрою вам по секрету, стал бы я воином в этом бою. 121-й. Не проблема, танкуем его ромбом. Налегке. И направляемся за шотным львом. 6000 дамага. Стальная стена подсказывает нам мод заблокированной брони. Ну и за львом-то все-таки мы не успеваем, потому что 54-ка у нас подсосник. Именно поэтому. Так, ну и результаты боя. Это не мастер, это всего лишь первая степень. Но, как я продолжаю считать, красивый, неплохой и достаточно легкий бой. Также это основной калибр, спартанец и стальная стена. 6000 урону. 12 попаданий, из которых половина заблокирована броней. Кроме последних трех выстрелов от Хэвика. Благо, четвертым выстрелом все-таки по мне срикошетил. Ну и на этом на сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр и всем пока.